МИРСЕГОДНЯ Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня праймерс первичной выборы в Пенсильвании и в Северной Каролине. Особое внимание было к Пенсильвании, это штат с большим населением, имеющий большое значение на выборах. К тому же это штат неопределившийся, который может голосовать и за республиканцев, и за демократов. Именно неопределившиеся избиратели, когда делают выборы, решают судьбу американского голосования. В Пенсильвании также итоги голосования часто показывают и настроение большинства американских избирателей. Основное внимание при этом, как и все время в ходе нынешней кампании, было сегодня привлечено к республиканским выборам. Кандидатов в Конгресс на пост губернатора штата в республиканской партии решается вопрос о том, будут ли в дальнейшем там доминировать сторонники Трампа или же сторонники более традиционного направления. Завтра мы это по Пенсильвании и Каролине увидим. Все республиканские кандидаты, однако, в Пенсильвании говорили, что поддерживать трамповский лозунг «Make America Great Again» – «Сделаем Америку снова великой». Очевидно, что для республиканских избирателей в Пенсильвании, во всяком случае, этот лозунг имеет значение. При этом некоторые из кандидатов делают акцент на борьбе за прекращение или серьезное ограничение абортов. Некоторые повторяют утверждение о том, что президентские выборы 2020 года были проведены с махинациями и так далее. Северная Каролина – тоже важный штат, в нем большой удельный вес избирателей афроамериканцев. Именно эти избиратели помогли в свое время выиграть праймерис Хиллэй Клинтон. Они же сыграли большую роль в обеспечении на прошлых выборах победы Байдена. Сегодня Байден с супругой был в Баффало, в штате Нью-Йорк. Там в субботу 18-летний расист открыл стрельбу по афроамериканцам, убив 10 человек. Нападение в Баффало стало самым кровавым расистским преступлением за все последние годы. Байден посещал сегодня стихийно созданный мемориал у магазина, в котором была стрельба. Он встречался с родственниками погибших, затем выступил с речью. Байден назвал белый расизм ядом и призвал к ограничениям на продажу оружия и жестким мерам по борьбе с проявлениями расизма. У Байдена тесные связи с афроамериканской общиной. Большинство афроамериканцев в Америке голосовали на прошлых президентских выборах за него и причем по самым разным штатам. Согласно Байдену, выдвинуть свою кандидатуру в президенты он решил, когда увидел кадры российской демонстрации в Шарлосвилле несколько лет тому назад. Это было ночное шествие с факелами и с искандированием российских лозунгов. И Байден говорил, что он понял тогда необходимость борьбы за душу Америки, как он выразился. Другое дело, что Байден не так уж много может реально сделать. Призывы к большему контролю за продажами оружия звучат почти после каждой массовой стрельбы в США, но, как правило, отвергаются республиканцами. Согласно им, убивают не ружье и пистолеты, но люди. А оружие может и защищать от преступников. И нужно не ограничивать оружие, а серьезнее бороться с преступностью. В Америке имеется два действительно кардинально отличающихся подхода к этим проблемам. В городах в основном оружие рассматривается чаще как орудие убийства, орудие преступлений. А для большинства жителей сельской местности оружие – это неотъемлемая часть их жизни средства охоты, защиты. Инициативы по ограничению оружия в Конгрессе республиканцы, как правило, блокируют. Другое дело, что в штате Нью-Йорк, где произошла эта массовая стрельба в Баффало, в 2019 году был принят специальный закон, позволяющий лишать права на обладание оружием тех, кого полиция и местные власти считают, возможно, несущим опасность для окружающих. Убийцу 10 человек в Баффало в прошлом году возили для психиатрической экспертизы на полтора дня в госпиталь. Произошло это после того, как он написал в школьной еще тогда работе, что по окончании школы намерен быть массовым убийцей. Экспертиза не нашла у него, тем не менее, серьезных психических отклонений, но лишить права покупки оружия его, тем более в его тогдашние еще и 17 лет, и затем 18, полиция вполне бы могла. Оружие, которое использовалось в ходе стрельбы в Баффало, было куплено им совершенно официально. Украинское командование объявило, что военные задачи подразделения, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе выполнены, и что главная цель теперь спасение их жизней. Зеленский заявил, мы надеемся, что можем спасти наших парней. Украине ее герои нужны живыми из подземелий «Азовстали». Вышли в результате 264 человека, в том числе 53 серьезно раненых. Вышли они без оружия, то есть сдались, и были вывезены в автобусах в зоны, контролируемые российскими войсками. Ясности насчет того, все ли украинские военные вышли с завода, сегодня не было, но, скорее всего, не все раненых вывезли в госпиталь в Новоазовске, который контролируется сепаратистами. 201 военных были вывезены в Оленевку, населенный пункт недалеко от границы, тоже находящийся под российским контролем. Согласно украинским представителям, сдавшиеся будут позже обменены на пленных российских солдат, но никаких конкретных договоренностей на этот счет нет. А в России сегодня объявили, что намерены допрашивать бойцов. С АЗО встали и призывали также судить их, как террористов. С окончанием, вероятно, этой, пока что самой трагичной и кровавой битвы нынешней войны, Мариуполь теперь находится под контролем российских войск практически полностью. У России сейчас проблемы с планировавшимися масштабными наступлениями на востоке Украины. Отступают они из зоны Харькова. До этого была неудачная попытка захватить Киев, но на юге и юго-востоке Украины сейчас оккупирована очень существенная часть территории страны. С прекращением сопротивления в Мариуполе, фактически под полным контролем российских войск находится широкая полоса от Луганска на востоке до Херсона на Черном море. Это единая уже территория протяженностью больше 500 миль, соединяющая Крым с оккупированными районами Донбасса. По сообщениям, в захваченных областях строится линия обороны. Там устанавливаются марионеточные администрации, предпринимаются шаги к так называемой русификации. В некоторых местах уничтожаются дороги и мосты, ведущие в другие украинские области, с тем, чтобы сделать украинские контратаки более трудными. Также строятся бетонные барьеры, окопы вокруг самой большой в Европе ядерной станции, в городе Энергодар. Запорожскую эту атомную станцию российские войска купировали в первый месяц войны. Считается, что для успешного наступления на укрепленные позиции необходимо преимущество в три раза лучше, в пять и больше раз. А теперь на юге и на юго-востоке эта математика может играть против украинцев. Согласно украинскому командованию к северу от Харькова, украинские части сегодня продолжали продвижение, ведя тяжелые бои с российскими подразделениями. В этом районе находятся пути снабжения российских войск, расположенных юго-восточнее, в Луганской области. Российские части пытаются удержать эти территории более активно, чем населенные пункты непосредственно вблизи Харькова в предыдущие дни. Сегодня не прекращались обстрелы и бои в Луганской области, в районе Севердонецка и Лисичанска. Согласно российским сообщениям, там была окружена 15-тысячная группировка украинских войск. А украинские источники сообщают, что все российские атаки были отбиты. Севердонецк и Лисичанск в последние дни были одним из главных направлений попыток продвижения российских подразделений на востоке Украины. В истекшие сутки резко активизировались российские ракетные удары. Была обстреляна деревня недалеко от Чернигово на северо-востоке Украины. Этот регион был освобожден еще в начале апреля. Есть убитые, много раненых. Пять российских ракет ударили по жилым кварталам города Суммы, тоже в северо-восточном регионе. Удары наносились по железнодорожной инфраструктуре в районе Львова. Недалеко от польской границы украинские системы противовоздушной обороны, как объявлено, сбили три российские ракеты. А встрелы железных дорог и складов имеют целью, в частности, затруднить поступление на Украину нового оружия. В следующей части о том, что Швеция подает заявку на вступление в НАТО. Оставайтесь с нами.